Приветствую вас, друзья! Мы снова в эфире, и не только. Мы продолжаем рассматривать или изучать, смотреть на события, происходящие сегодня в мире, потому что о них написано, и Господь сказал о них в своих пророческих книгах. И мы хотим, то есть мы открываем их, и то, что нам дано, то мы можем заметить, то, что еще нет, потом откроется. Но сегодня можно с уверенностью сказать, и явно сказать, из того, что написано, из того, что происходит, что событие падения Вавилона в духовном смысле уже имело место. Сегодня это явление, конечно, не очевидно, потому что падение начинается в духовном плане, а потом уже ее проявление, падение духовного, проявляется и в физическом мире, потому сегодня для некоторых это будет звучать как глупость. Трудно себе представить, конечно, сколько времени пройдет, пока мы увидим падение Вавилона и в прямом смысле. Скорее всего, не так долго, но надо будет ждать и увидеть. Однако, снова, хорошая новость заключается в том, что Вавилон пал, и последствия падения проявляются уже и начинаются уже видеться уже во всем мире. Почему? Да потому что человечество сегодня в панике, потому что слышит только звук падения Вавилона. Но мир не понимает, что происходит, и не знает, что произойдет, что будет после падения Вавилона. Почему не знает? Да потому что христианство сказало, придет конец века, и все это будет в пух и прах. Сегодня мы рассмотрим именно этот момент после падения Вавилона. То есть, что Писание говорит о том, что произойдет после падения Вавилона. И мы откроем сегодня немного текста, немного стихов, но все-таки одна глава, глава из Откровения, 19 глава, в которой мы можем увидеть определенный процесс падения Вавилона, но также, что начинает иметь место уже после духовного падения Вавилона. Вот первые три стиха. «После этого я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил, Аллилуйя, спасение и слава, и честь и сила Господу нашему, ибо истинные и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая раслила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали, Аллилуйя, и дым ее восходит во веки веков». После падения Вавилона, да, набегая наперед немного, после падения Вавилона начинается Царство Божие уже более явно. Подобно глазу множества, который мы читали сейчас эту фразу в этом тексте, это голос искупленных, вошедших во спасение, и видящих уже, что слава, честь и сила возвращаются уже к Богу, который осудил великую развратницу, потому что на сегодняшний день практически по всей земле слава, честь и сила даются великому Вавилону, к сожалению. Господь также говорит, что его суды истинны и праведны. Это означает, что Бог осудил великую, даже великую блудницу осудил по своей торе, по мещпату. Праведно! Бог праведен и судит, даже зло судит, исходя из своей праведности. Господь говорит, что великая блудница портит землю, растлила землю. Слово, которое переведено как растлить землю, по-гречески может означать испортить, разорить, разрушить, растлить или осквернить. А что означает, что Вавилон погубил или растлил землю? И вот здесь ключевое. Вавилон, да, Вавилон, образ, принес альтернативу Божьему закону. Божий закон предназначен для создания человека, да, творения человека по образу и подобию Божьему. Но произошло восстание против Божьих законов и постановлений. Вавилон, в свою очередь, создал образ мышления, поступков и характер людей как результат того, что было преподнесено человечеству, которым и чем было научено человечеству. Сегодня мы имеем поколение людей, созданное по образу Вавилона. Все человечество имеет образ мышления, поступков и характер, созданный вавилонской идеологией и концепциями, включая и христианство. Все христианство смешалось с идеологией Вавилона. И сегодня каждый человек представляет, по всей земле имеется в виду, каждый человек представляет зверя, который описан в Откровении 13 и 14. Это означает, что великая блудница осквернила или растлила всю землю своим блудом. Святые, которые, остаток, святые, которые стоят на заповедях Божьих и на свидетельстве Иисуса Христа, были полностью отвергнуты. И истинно сегодня, не имея никакого влияния даже в Божьем народе. Лишь небольшой остаток, которого Господь искупил и помог, а они вышли или убежали из Вавилона. Еще одна очень важная деталь. То, что происходит сегодня в мире, крайне важная деталь, то, что происходит сегодня во всем мире, является плодом многолетнего труда Вавилона. Аллилуйя! Ее дым поднимается во веки веков. Хотелось, может быть, больше, наверное, об этом, ну, как бы, говорить, но думаю, что вы сами понимаете, да, что происходит сегодня в мире, является плодом многолетнего труда Вавилона. Аллилуйя! Ее дым поднимается во веки веков. Это означает, что память о Вавилоне или о этой порче не будет стерта с памяти человечества навеки. Человечество всегда будет помнить, к чему ведет восстание против закона Божьего. Пятый и шестой стихи. И голос от престола и сшел, говорящий, хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. Боящиеся – это Фобос. И слышал я, как бы, голос многочисленного народа, как бы шум ноги, а вот ноги, как бы голос громов сильный, говорящий. Аллилуйя! Ибо, ибо, воцарился Господь Бог. Все, держите. Это уже третий раз в Откровении данная фраза стоит. Понимаете, да, что есть события, которые идут именно к этому. Престол Божий представляет собой духовный мир с Божьим законом во главе. Закон Божий также подобен посоху в руке у Господа. После полного падения Вавилона Божий народ вернется к Божьему закону, и мы все будем славить его в соответствии уже, да, вместе с народом имеется в виду, в соответствии уже со стандартом его закона. Это также означает стоять перед троном Всевышнего. Страшиться или бояться Бога значит повиноваться его закону и жить по его заповедям. Сегодня страх перед Господом давно уже потерян, и вера, сегодня которой говорится о вере, является абстрактным. После падения Вавилона, после того, как народ вернется к Богу через послушание его законам, всемогущий Господь начнет проявлять себя и в физическом мире, которым сегодня царит дракон. Он царит сегодня, к сожалению, и в собрании, то есть и в духовном мире. Бог будет править, потому что его народ будет подчиняться его закону, и в результате этого станет очевидным, что Господь царствует через того, что будет происходить с человечеством, как в результате послушания его законам. 7 и 8 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Понимаем, да, что снова события сначала происходят в духовном мире, то есть сначала небо, а потом землю. Никогда не меняется очередность. Сначала имеют определенные события, имеют место определенные события в духовном мире, после этого уже они видны и в физическом мире. Но с точки зрения глобального влияния Вавилон пал. Можете не сомневаться, в принципе, это будет видно, да и уже, кажется, уже начинает больше и больше проявляться это. Разрушение изнутри, то есть по частям, по мелким частям, будет продолжаться, и мы будем свидетелями этого. Но то же самое, то же самое происходит и в Божьем народе, то есть с праведниками. Наступает время после определенных испытаний, когда праведники готовы войти в царство. То есть готовы, до сих пор не были готовы. Написано, что жена, а она еще не была готова. Если бы жених пришел раньше, то никто бы не зашел, не вошел бы в царство. То, что Иисус говорит словами, «жена приготовила себя», опровергает очень многие доктринальные концепции, которые связаны с входом в царство. Не будем идти сейчас в деталях. Если ты как бы начитан, так сказать, доктринами христианскими, ты понимаешь, о чем речь идет. Вход в царство, вход в царство – это процесс, которому и остатку даже нужно или требовалось определенное время, и не короткое время, чтобы подготовиться к вступлению в царство, одеваться в белые одежды. Так что в духовном мире многие вещи, которые имеют решающее значение для всего человечества, должны были прийти в полном исполнении, то есть они должны завершиться, прийти к определенной кульминации. До момента, когда Вавилон разрушился, то есть до момента, понимаете, все идет как бы параллельно, до момента, когда Вавилон разрушился, жена тоже успела приготовить себя и встретить жениха. А что означает, что она приготовила себя? Господь говорит, что ей было дано одеваться в весон чистый и светлый, льняная одежда, так сказать. Это весная накидка из тонкого льна. И так в период падения Вавилона духовного, жена Ангца успевает облечься, облачаться в этот весон, чтобы иметь достойную одежду, чтобы встретить жениха. Об этом говорят и апостолы, и Господь Иисус говорит об этом. Иисус говорит, что весон – это праведность святых, то есть в этой праведности можно одеться только благодаря мишпату. Помните, что мишпат и цедака, мишпат, то есть суждение по законам Божьим и праведность как следствие, они всегда идут вместе. Если цедака без мишпата, это псевдо-цедака, псевдо-праведность. Но благодаря возвращению, да, у остатка уже, у жены, суждению по возвращению, благодаря тому, что жена вернулась к суждению по законам и по велениям Господним, а было возможно, чтобы она оделась в праведной одежду, то есть в праведность. Без такого образа мышления, то есть по духовному закону, невозможна праведность Христа. Не будем забывать, что праведность, праведность приходит после веры. Праведность не приходит вместе с верой. Об этом и апостолы говорили. Вот что апостол Павел говорит. «Дабы как грех царствовал через смерть, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». То есть благодать, которая приводит человека к жизни, начинает господствовать через праведность или как следствие, когда приходит праведность после того, как вы уверовали в Иисуса Христа. «Вера без праведности не ведет к жизни». «Вера без праведности не ведет к жизни». Это мертвая вера. А дела веры — это праведность. Это тонкий льняной весон. Девятый стих. «И сказал мне, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божии». Кто эти приглашенные на свадебный пир Агнца? Понимаем, что это не те, одетые в весон чистый, потому что они уже с Агнцем, потому что те и жена Агнца не приглашены на брачный пир. Но также, что означает данная брачная вечеря. Вот из текста, сейчас посмотрим, из следующих стихов. Снова мы говорим о том, что имеет место и что происходит после духовного падения Вавилона. И потихоньку мы начнем увидеть и в реальном мире. 11 и 13 стихи. «И увидел я отверстие, уже открытое небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верной истиной, который правильно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим, то есть много корон, царских корон. Он имел имя, написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную или обмокнутую в кровь. Имя его Слово Божие». Итак, после падения, после духовного падения Вавилона, Иоанн видит открытое небо. Я понимаю, или должны понять, что это событие есть в воскресенье, о котором апостолы, также апостолы говорили, что когда мы его увидим уже, мы познаем все или увидим все, как на самом деле есть. Об этом говорят и апостолы. Небеса – это духовный мир. Ярко-белый конь – символ победы. Это символ власти и полного авторитета. В чем заключается данная власть, которая приходит с этим, или который приходит на коне? В чем заключается данная власть? Текст описывает, в чем она заключается. Снова, конь и тот на коне, у которого много корон на голове. Первый, в чем заключается эта власть и сила, или авторитет? Во-первых, написано, что он верный. То есть, это означает, что на него можно положиться, потому что он верно исполняет все то, что он сказал. Второе, о нем написано, на нем, который приходит на этом коне. Он истинный, то есть, он не изменен. Он тот же вчера и сегодня и вовеки тот же. Третье, он имеет право на суд, и суд его праведен. Он судит о всех вещах, о праведнах. Это ключевое слово, чтобы понять, о ком речь идет. Да, есть в стихах чуть ниже. Четвертое, его глаза подобны огню. То есть, потому как он смотрит и судит о вещах, он сжигает все злое и беззаконное в человеке. Пятое, на голове много царских корон, много диадим. Но это описание не относится к отцу и не относится и к ангцу. Эти короны являются результатом этого верного и истинного. И мы поймем, о чем речь идет чуть ниже. У него имя, которое никто не знает. Ну, имя и на иврите, и на греческом означает все то, что истина об этой личности. Почему никто не знает, сейчас тоже поймем. Облачен в одежду, пропитанную кровью. И речь идет о верхней одежде, которая описывает имя. Пропитанной кровью можно означать несколько вещей. Во-первых, это символ жизни. Другими словами, жизнь зависит от этой личности на этом коне. Во-вторых, это символ смерти. То есть, тот, кто отвергает эту личность, сейчас посмотрим, о чем речь идет, идет в смерть. Но также это может означать это символ отвержения, распятия, непринятия. Это также может означать одежда, обмокнутая в крови. И вот ключевое. О чем речь идет? Господь говорит, имя ему Слово Божие. То есть, все, что Господь описал выше, об этом, о Слове Божьем. Речь идет о законе Божьем и сидительстве Иисуса. То есть, о истине закона Божьего. Почему? Давайте еще раз вернемся и сделаем небольшой вывод. Благодаря закону и свидетельству, закону Божьему и свидетельству, многие будут обличены в царские венцы. Не забываем, что восстание произошло против закону и повеления Господня. Во-вторых, закон Божий открывает зло и беззаконие. Очи, как пламя огня. То есть, только посредством истине закона Господнего можно понять, что зло и что добро. Третье. Закон Божий истинен, неизменен и вечен. Он был таким, он есть такой, он всегда будет таким. Он никогда не изменится. Истина Божьего закона останется навеки вечной, потому что и характеризует характер Господа Бога. Четвертое. Суд по закону Божию есть суд праведный. Это суд по образу мышления Божьему. Но такой суд возможен только если вы толкуете повеление, то есть закон с точки зрения свидетельства Христа, то есть в духовном смысле, а не в прямом смысле. Пятое. Имя, которое никто не знает, говорит о глубине Божьего закона, который не может открыть полностью ни один смертный. Только те, кто будет достойны первого воскресения, ясно увидят глубину Божьего закона, потому и апостолы, когда увидим, все, будем знать чисто, как он знает. А и шестое. Закон Божий это книга жизни. Все существа, сотворенные, созданные Богом, будут судимы по его закону и извешены с точки зрения закона Божьего. А также о истине и о законе Божьем. Закон Божий есть истина. Псалом 119. Праведность твоя праведность вечная. И закон твой истинно. Понимаете, что праведность без закона невозможна. Должно быть суждение по закону Божьему, чтобы прийти к праведности. Таким образом, таким образом, символ до первого коня. Символ того, кто приходит на ярком белом коне вначале, заключается в том, что наконец приходит власть и сила Божьего Слова, которая поставит мир в соответствии с Божьим постановлением. Но, с этим верным, то есть на первом коне, приходят и другие, следуют другие. И давайте прочтем 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный в весон белый и чистый». Так, данное воинство и есть жена, которая описана чуть выше, и которой дано, чтобы оно оделось или облачилось в эту тонкую одежду, в весон. О воинстве также мы читаем и в Данииле 7 и 8 глава, которая восстала против закона Божьего и попрала истину ногами. В данном случае мы видим, что войско наконец-то вернулось к послушанию закону и свидетельству после восстания. Данное воинство приходит с той же властью. Интересно, что их описание практически полностью соответствует первому коню, за исключением некоторых вещей, потому что они должны одеться в этом. Данное воинство приходит конь белый с той же властью и силой, что и Агнист, что и первый конь, то есть властью и силой Божьего слова. Они полностью следуют Слову Божьему и исполняют даже самую маленькую волю Божию. Они являются отражением того, кто приходит на первом коне и действует с авторитетом Агнист. Естественно, слов Агнца. И посмотрите, как дальше написано уже в единственном числе. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Содержителя. Уже на этом этапе Господь уже объединил первого коня и воинства в одно целое, поэтому описание в единственном числе на этом этапе все во всем будет Христос в них и действовать они будут уже не они, а Агнец в них. Острый меч есть истина по закону Божьему, то есть по мечпату. Так что эти воскреши, которые представляют Христа, поразят народы Божией истиной, чтобы они тоже обратились к Его закону и к послушанию Богу. Он будет править ими железным жезлом. Итак, железный жезл, как посох, это символ Божьего закона, который не ломается и крепче железом. Таптать венок гнева Божьего означает стереть в прах всю ложь и все то, что не соответствует закону Божьему, из-за чего сегодня и пришел гнев Божий. Все народы будут бежать к свету Божьего закона, как говорят и пророки. Все народы. На одежде его и на бедре его написано имя Царь Царей и Господь Господствующий. Эти воскресшие будут представлять Бога на земле, как написано чуть позже в Откровении. Это будет означать, что Бог будет с людьми через этих сыновей и посредством Его вечного закона. Они будут священниками, царями, Богу и Агнцу. После этого события, после того, как мы увидели описание этого события, и я даже скажу события, а не процесса, хотя он связан немного и с процессом, но после этого события мы видим, что начинается процесс, который связан с Божьим народом, но уже в более глобальном масштабе, в большем масштабе. Итак, 17-18 стихи. «И увидели одного ангела, стоящего в солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба, летите, собирайтесь на Великую Вечерю Божию, чтобы пожрать плоть царей». Передано на русском трупы, но на самом деле плоть, если будет правильнее, будет плоть. Плоть сильных, плоть тысячельничайников, плоть коней, сидящих на них, плоть всех свободных и рабов, и малых, и великих. Понимаете, что много поводов для создания фильмов из этого текста. Эти стихи также описывает последний этап падения Вавилона. Ангел, в тексте написано «ангел, стоящий в солнце». И на греческом это означает, что стоит в солнце. Солнце есть символ закона Божьего, который должен светить всему миру. Этой фразой Господь показывает нам весть посредством которой собирается птицы а середины средины неба. Птицы средины неба это большая часть народа Божьего, которые не успели облачиться в чистой льняной одежде. Они получат от Духа Божьего и воскреснуть из мертвых. Как мы видим чуть дальше. Эти те два убитых свидетеля, которые стоят перед Господом всей земли, но примут Дух Божий и проснутся от своего сна. Это те, о которой говорит пророк Захария, то есть Господь через пророка Захарию и будет на всей земле, говорит Егова. Две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И веду эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищает золото. Они будут призвать имя Мое, и я услышу их и скажу. Это Мой народ, и они скажут, что Егова Бог Мой. Это не об остатке, потому что об остатке написано в 14 главе и совсем по-другому. Итак, две трети и христианство, две трети, не проснутся на этом этапе, они останутся в числе народов, в числе язычников. Треть народа Божьего возвращается к Богу после очищения и, как следствие, призыва уже воинства Христова, который мы прочитали выше. Они возвращаются к истине закона Божьего, примут от Духа Божьего и пробудятся от сна их. Они являются те приглашенные на великий пир. И в чем заключается пир, сейчас мы увидим. На великую вечерю Божию, которая написана и в пророках, они не невеста, а гости на свадьбе. Через эту третью, да, через эту третью часть, через эту треть, что пробудется в результате истины, принесенным им воскресшими, повторю, потому что это тоже, думаю, что имеет большое значение для многих, кто слышит. Истина пойдет до краев земли, и все идеологии, религии, обычаи, культуры и догмы будут стерты в прах. Через эту треть, то есть понимаете, что Господь приводит этих воскресших, они идут к своему народу, возвращают эту третью часть послушанию, и как следствие того, что они возрождаются, как это мы говорим, они уже идут уже там, где они есть по всей земле и несут уже истину. И через эту треть будет низвернута, через эту треть будет низвернута вся идеология современного мира, в том числе и идеология, и мышление всего христианства. Есть плоть царей, вождей, и все прочее, в первую, в первую, в первую очередь означает, и речь идет о всех служителях, священниках и пастырях христианства, которые распространяют по всей земле свою псевдоистину. Они толкуют Писание духом антихриста, но не духом Божьим. Они будут постыжены в тот день и останутся во тьме внешней, как говорит Господь в Евангелиях. Во-вторых, остальное человечество, потому что и в Великих и Малах описано человечество, в первую очередь о служителях, царей земли. Во-вторых, остальное человечество поймет, что убеждение, которое они придерживаются на сегодняшний день, это ложь и вредное для всего человечества. Это означает, есть их плоть. И последние стихи на сегодня, 19-21. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их собраны, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. Ну, не успеют просто. Да, о войне. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил, принявших на чертане зверя, и поклоняющихся его изображения, оба живые, брошенные в озеро огненной, горячей серой. А прочие убиты мечом, сидящие на коне и сходящим из уст. Его и все птицы напитались их трупами. Интересно. Слышал, просто один, как говорил об этом, что на самом деле слово будет убито, и... Ну, не важно. Зверь и лжепророк представляют современный Вавилон сегодня. Цари земные и воинства их — это пастыря и служителя христианства с их стадами. Это те, кто сегодня... Это те, кто воюет против Агнца. Это те, кто сегодня отвергает и противостоят закону Божьему и истине о Царстве Божьем, который приходит на землю. Если вы заметили, в конце нет особой борьбы, как бы войны, которую мы ждали. Но в этот момент, в этот момент, благодаря воскресению, зверь со всеми его идеологиями, со всеми его религиями и всему прочему начинают гореть или сгорят в один миг, как сухая мягкая на поле. Все эти идеологии, доктринные концепции, все до истинной культуры, будут брошены в озеро Огненное. Озеро Огненное является символом вечного суда над тем, что не соответствует Божьей истине. В этот момент все человечество в шоке от всей лжи, в которой были втянуты и принесенная истина убьет все концепции, которые они приняли посредством истины через треть, которую Господь отправит. На этом этапе, на этом этапе, очень важно, никого из людей не убивает физически, не бросает в озеро Огненное или что-то в этом роде. В следующий раз мы продолжим открывать, что Господь говорит нам и открывает ту картину, которую Господь показывает нам, что произойдет после падения Вавилона или что произойдет после того, как мы уже явно, потому что мы уже вошли в следующий век, но явно оно произойдет только, и Господь показывает и много картин есть. И в следующий раз мы продолжим открывать тексты, которые видны, что будет и как Господь рисует картину следующего этапа человечества. Будьте благословлены и с Божьей помощью увидимся через неделю. и с Божьей помощью и с Божьей помощью и с Божьей помощью из лучших McMahon сложно и с Божьей помощи